Привет, друзья! Вы на канале Славон. В отрыве сегодня пятница, а значит мы идем... Го... Нет, мы готовим алкогольные настойки. Показываем вам, что спиртное тоже может быть полезно и очень вкусно. Сегодня мы готовим настойку из листьев черной смородины. Согласитесь, что такое вы никогда не пробовали. Это будет тоже очень быстро, очень легкий рецепт и он вам обязательно понравится. А если понравится, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Будет очень классно и очень круто еще впереди. Так, что мы делаем? Предварительно помыв листья черной смородины, опускаем их в банку. Ой-ой-ой, если лист упал на пол, не поднимайте его. Так, заполняем банку где-то на треть. Вот, видите, я даже, наверное, довольно много их помыл. О, но еще будет более насыщенный вкус. Так, это мы оставим для другой настойки. Так, секретный способ. Добавляем предварительно очищенную цедру лимона. Немного, ну где-то таловую или чайную ложку. Так, добавляем цедру лимона. Потом тоже секретный ингредиент гвоздика. Закидываем буквально две гвоздички. Давайте три гвоздички на удачу. Так, здесь нам тоже понадобится сахар немного, но все-таки столовой ложки сахара, я думаю, будет достаточно. Ну что ж, главный ингредиент. Добавляем водочки. Хорошей русской или белорусской водочки. Главное, без примесей, без всяких стабилизаторов. Так, готово. Все до капли, до капельки. Закидываем. На такой объем можно добавлять смело 1 литр водки. И у вас получится очень вкусная, очень полезная настойка. Ведь листья черной смородины очень богаты витаминами, витамином С, витамином А. Некоторыми аминокислотами. Вот, немножко мы это все дело помешаем и отправляем в темное место где-то на 10 дней. Посмотрим через ней, что получится. Так что не переключайтесь и оставайтесь на нашем канале. У нас очень много, очень много крутых видео, очень полезных видео. А, ребятушки, забыл. Периодически раз в 2-3 дня стряхивайте банку, чтобы не застаивались листья и все остальное. Согласитесь, красота. А что будет через 10 дней? Прошло 10 дней и у меня в руках нет не соленые огурцы, а настойка из листьев черной смородины. Ребята, реально должен быть очень вкусный напиток, очень вкусная настойка. Ну что, пора открывать, я ждал этого дня целых 10 дней, они шли вечностью. О, аромат какой. Ну что, берем сисечко и пробуем переливать специальную тару, которую мы подготовили. Смотрите, все банки у меня заставлены настойками и не хватает, не хватает чуть-чуть. Но потом найдем посудину. Так, как видите, стала настойка такого чайного цвета, даже не зеленая, не коричневая такая. Ну вот, чайный цвет, да, есть такой цвет, если такого цвета еще не было, назовете его в честь словона. Ну что, ладно, пробуем. Ну, необычный вкус. Я даже не расстроил, надо еще. Вкус интересный. Ребята, как я уже сказал, что получилась довольно хорошая настойка. Но чтобы ее сделать еще лучше, я вам порекомендую добавить ложку меда. Ну, вообще, меда по вкусу, кто-то любит послаще, кто-то не очень любит сладкое. Добавляем мед и размешиваем. Так, размешали одну столовую ложку меда. Пробуем. Во! Вот теперь вкус набрался. Реально остался терпкий, сладковатый, насыщенный. Да что я вам рассказываю. Попробуйте сами, не пожалеете. Реально классная настойка. В холодильник пить холодный. Не больше 50 грамм в день. И будет вам здоровье, счастье и иммунитет. И каждый день отрыв, и отрыв, и отрыв. Спасибо, что были с нами. Сразу после этого видео мы вам покажем, что можно сделать с остатками этих листьев. Черная смородина. Куда мы их сейчас используем? Сейчас все покажем, не переключайтесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Пробуйте, экспериментируйте. Пишите, что у вас получилось. И до новых встреч, друзья. Пока.